итак для средовиков и к примкнувшим к ним графиков потому что ну это выше моих сил сделать три версия мы решили сделать следующее проект будет заключаться который будете делать заключаться в том что вы сделаете беседку сожалению в интернетах я не нашел нужного аналога но вот сейчас покажу примерно что должно получиться но вот примерно вот такая вот вещь это будет восьмигранная шестигранная шестигранная конструкция на достаточно симпатичных столбах столбы правда будут не прямоугольные ой не по-моему здесь они квадратные да не квадратные а так по-моему можно сделать больше да не квадратные а круглые причем с такой интересной резьбой и крыша не плоская все на самом деле по-другому будет а такая вот интересная вот сейчас я фотошопе попробую это все изобразить но вот примерно в таком духе то есть все красивые такие столбы причем стал бы еще в придачу крученые на них будет вот такой вот рельеф скручены в спираль а и крыша куполообразная вот такая здесь будут такие ну несложные на самом деле решетки с узорчиками вот может быть вот что то подобное здесь будет вот но доводить все это до какого-то фанатизма наверное не стоит я вот эти узоры мы с вами попробуем сделать попроще вот но первостепенная задача это сделать вот такие колонны и так собственно говоря колонна ну в меру моих художественных возможностей я вот здесь фотошопе накалякаю такую колонну и так в основании у нас будет вот такая вот база база затем это пойдет вертикально ссори это пойдет не совсем вертикально это пойдет немножко вот так вот на заострение очень удобно мышью вот и сверху вот такая вот штучка на чем все это будет держаться но с тем не менее то есть ордер такой да а при этом вот эта часть будет скручена и на ней будут ну такие псевдо каннелюры на такие вот так вот так как то нормально итак высота высота колонны около трех метров мало хорошо три с половиной метра диаметр этих столбов вы не видите но еще с руками так примерно их прикидываю вот так делать конечно нельзя то есть вы должны проект уже продумать до конца чтобы он был четко совершенно у вас в голове на бумажках как угодно там он сделан вот приходится все делать на лету и я так рук руки развожу ну где то диаметр всей этой колонны вот именно где и неудобно диаметр где-то диаметр базы ну пускай будет сантиметров 80 то есть 0 8 метров до вот а вот здесь будет в основании где-то будет 60 сантиметров то есть небольшой такой приступочек сверху соответственно вот эта часть будет 60 а вот это где-то это так 40 ну посмотрим как будет выглядеть хорошо красиво неважно ну собственно вот весь прожект перехожу в макс делаю вид спереди вот сеточка мне пока нужно проверяю папку проекта вижу что у меня мой проект едр из макс project супер это там находится вы соответственно будете нужно переключиться на папку вашего проекта на диске z помните об этом говорил в предыдущих лабораторных работах раз далее проверяю настройки единиц измерения то есть системный масштаб один юнит равен одному сантиметру и здесь у нас метрический сантиметр окей итак как это сделать ну вот в максе ситуация такая что приходится всегда думать как быстрее и проще ловчее я бы сказал это все сделать и если посмотреть на вариант фотошопе то в общем то я его уже нарисовал раз это у нас колонны круглые то наверное как раз имеет смысл сделать контур полуконтур и вращать его вокруг своей оси то есть получится получится фигура поверхность вращения даже лучше так сказать все таки фигура это не очень хорошее название в данном случае получится поверхность иду обратно в макс итак первое что я делаю это делаю габаритный прямоугольник create shapes rectangle произвольного размера в произвольном месте нажимаю F3 чтобы у меня получился вот такой вариант и после того как я его сделал а делается это все вот в этой панели в конце концов как мы уже вы уже видели предыдущем на предыдущем занятии правится все это уже потом в панели модифай туда можно быстро перейти единичкой на основной цифровой на основной клавиатуре итак что получается длина длина на самом деле это высота и как раз это и будет 350 сантиметров ширина это диаметр ну за основу возьмем диаметр основания и диаметр за основу возьмем диаметр основания то есть это ширина 80 сантиметров отлично теперь для того чтобы потом было проще я перемещаю вот этот прямоугольник и вы тоже за мной вместе перемещаете в начало координат то есть вы должны перейти на режим перемещения W и быстро вот так вот ввести сюда нули то есть вводите ноль нажимаете табуляцию вводите ноль нажимаете табуляцию вводите ноль для того чтобы в мышке там 150 раз не тыркаться куда не надо табуляция виндах идет вот таким вот видом так у нас готова готов вот этот габаритный контейнер для того чтобы двинуться дальше мы сделаем и вы тоже сделайте три прямоугольника потому что если посмотреть на наш прожект вот здесь то мы видим что все это распадается на три прямоугольника нижний прямоугольник высотой 30 сантиметров этот высотой 25 сантиметров вот и соответственно диаметр здесь 60 и внизу 80 здесь будет 60 у основания и 40 вот здесь вот ну это просто осталось за кадром я решил что колонна будет такая так в любом случае это все можно будет потом изменить и вы даже увидите насколько это легко делается так три прямоугольника create shapes rectangle произвольного размера в произвольном месте после этого переходим в модифай и задаем нижнее это как раз можно сетку выключить букву g нижнее как раз у нас получается ширина 80 длина 30 30 длина 30 здесь да совершенно нормально можно сделать давайте поступим следующим образом в принципе можно сделать сразу высотой 3 3500 вот но удобней я считаю удобнее сделать высоту как раз разницу между ну собственно говоря высоту столба да между основанием и вот этим ордером будем называть его так для этого сначала надо собственно поправить ордер то есть у него получается ширина 60 и высота она же длина 25 вот этот прямоугольник центральный у него ширина 8 60 то есть большая часть а длина можно сделать следующее вот если в максе во время когда у вас курсор находится в настройке параметра нажать control n появится вот такая штука и здесь можно записать следующую запись 350 минус 25 и для тех кто не умеет уметь считать и 30 295 PEST теперь эти заготовки эти прямоугольники нужно расположить и выровнять относительно друг друга для этого используется команда и line вот начнем с основания я выбираю основание запускаю команду и line ну даже можно сделать еще интереснее дело в том что первое что нужно сделать это выровнять все эти заготовки по центру вот этого габаритного нашего прямоугольника я выделяю сразу все три все три этих объекта запускаю команду и line и левой кнопкой мыши кликаю по вот этому прямоугольнику здесь я устанавливаю все координаты x y z и говорю по центрам вот так ок получилось теперь уже придется делать последовательно выбираю основание прямоугольник основания опять запускаю команду и line и кликаю левой кнопкой мыши по габаритам что нам нужно сделать нам нужно чтобы своим низом этот прямоугольник выровнялся по низу габаритного контейнера нам нужно в данном случае ось y и только ее мы оставляем говорим минимумом относительно минимума то есть все упало вниз замечательно окей теперь вот этот прямоугольник и line сюда и вы уже догадались максимума относительно максимума попало наверх окей а вот этот прямоугольник вообще выравнивать не надо потому что с ним будут происходить некоторыми метаморфозы то есть главное чтобы он только стоял по центру и так а теперь нам нужно из этого сделать сообразить контур ну для того чтобы это сделать нужно применить булевые операции если вы владеете векторными редакторами вы знаете прекрасно что это такое но в максе если вы работаете со сплайнами это внутренняя процедура внутренняя команда самих сплайнов и для того чтобы это сделалось вот эти три объекта этот прямоугольник вот этот и вот этот нужно объединить в одно а как видите можете не искать даже где-то в меню это этого этого ничего нет это внутренняя команда объекта редактируемый сплайн прямоугольник я преобразую к типу редактируемые сплайны editable сплайн когда я это сделал то правой кнопкой мыши attach и я приоттачиваю как на жаргоне это звучит приоттачиваю все три объекта в один просто кликая левой кнопкой мыши а команда attach как многие команды в максе является пакетной то есть ничего другого кроме как оттачить вы не можете ее нужно закончить ну вот делается это либо щелчком правой кнопкой мыши либо если это не помогает еще одним нажатием на кнопку attach ну редко когда не помогает надо сказать иногда бывает все у нас случилось все отлично теперь точное моделирование закончилось придется делать немножко на глазок итак внизу в принципе все хорошо видите одно на другое наехало все хорошо а наверху нужно сделать то же самое первое нужно смасштабировать верхний сегмент примерно до того состояния которое нужно то есть вот так ориентируясь на сетку мы сделаем вот такую вещь пардон а затем переключившись на перемещение немножко въехать верхний прямоугольник ну теперь все готово для того чтобы сделать булевое объединение переключаемся на режим сплайн выделяем вот этот вот сплайн сетку уже можно отключить находим команду буллин и видим что она стоит так как надо нас удовлетворяет объединение буллин и щелкаем левую кнопку мыши сюда и вот сюда вот внешний контур никак в этом в этом участие никакого не принимает потому что это отдельный объект и вы никогда в жизни этого не сделаете видите заканчиваем команду буллин и теперь делаем полуконтур так здесь восемь здесь шестьдесят здесь раз два три четыре здесь шестьдесят а здесь сорок все правильно ну плюс минус несколько единиц если хочется действительно делать точно можно включить привязки по вершинам но мы пока это не обсуждаем не обсуждаем сейчас это дело итак теперь для того чтобы получилось то что нужно нужно удалить одну половинку для этого я выделяю верхний сегмент сегмент верхней двойка и с контролом нижний сегмент чтобы дважды не делать одну и ту же операцию правой кнопкой мыши я говорю divide увиделся такая точка четко на середине сегментов и взяв и выбрав про левые левые сегменты я их удаляю но если не удалось сразу все можно это по отдельности сделать отлично получилось замечательно дальше для того чтобы пошло все хорошо имеет смысл выбрав все вершины переключившись на вершины единица и выбрав фейф контрол а преобразовать эти вершины к типу корнер угловые вершины ну а дальше уже делаем закругление вот тут как то так с проектом у нас немножко не очень здорово получается вот здесь 40 здесь 60 вроде все правильно да да вроде все правильно правда почему то из габаритов вылезли очень странно вверху все хорошо а сверху видимо немножко не так выровнялось но ничего страшного берете вот эти вершины опускаете вот ну вот так вышло поэтому так и будем делать дальше итак нужно сделать скругление вот если все скругления разные вы просто напросто запускаете команду fillet и берете и делаете эти самые скругления то есть вот здесь кругляшок маленький здесь еще меньше вот здесь тоже в обязательном порядке делаете скругление вот здесь скругление маленькое вот здесь вот до упора видите дальше не идет потому что упирается вот в эту точку команда fillet то же самое ее нужно заканчивать заканчивать правой кнопкой мыши да что ж такое то только что все вроде сделала опять всюду съехала так а вот здесь ситуация такая что вот есть две точки их желательно объединить в одно вы их выделяете а и применяете команду вилд в нашем случае она сработает но если точки находятся на большом расстоянии друг от друга может и не сработать поэтому применяется очень часто такая связка фьюз вертиксы они ставят две точки в одну координату но при этом не их не объединяет и вилд вертиксы и так получилось вот такая вот вещь вообще у нас ситуация такая что верхняя часть получил слишком массивный кстати тоже надо скруглить филет вот так слишком массивный ну ничего страшного взяли и вот эти точки подняли вверх четко по стрелке вот так мне кажется больше мне больше вот так нравится окей а внешний прямоугольник можно удалить но посмотрите я пытаюсь его выделить и не могу выделить это нормально потому что мы сейчас находимся в кстати уже пора переименовать находимся в под объектах объекта колонна для того чтобы выделить внешний вот этот контур и удалить его можно либо выйти из вершин здесь либо воспользоваться выбором по имени select by name rectangle 001 окей и удалить прекрасная вещь получается сетка в очередной раз нам особо не нужна все готово для того чтобы сделать геометрию и так у нас объект выбран мы к этому объекту применяем модификатор laser modifiers patch spline editing laser и сразу все получается как надо но что то нам кажется я не знаю как вам но мне кажется что здесь все таки как то уж очень толсто получилось уж очень массивные вот эти колонны получаются ничего страшного модификатор laser можно даже не удалять вы возвращаетесь вниз по стеку можете включить на самом деле отображение всего что есть в стеке вот таким вот образом и нам взяв вот за эти точки аккуратно все это вот так вот уменьшить в диаметре ну и сверху сделать то же самое вот так а вот эту точку приподнять вверх а вот здесь взяться за ус и немножко его вытянуть чтобы было покруглее вот такая вот вещь получилась очень нам нравится теперь очень важно проверить что же собственно говоря получилось правильно или нет я переключаюсь на f3 вижу что совершенно гениальная вещь получилась но она какая то некрасивая но начнем мы на самом деле не с этого начнем мы с ориентации полигонов с того куда смотрят нормалик поверхности лекция буду говорить на самом деле что это такое правой кнопкой мыши включая режим отображение только одной стороны бэкфэйскул или бэкфэйскал окей как видите все получилось прекрасно но если бы все получилось не прекрасно а именно вот так собственно говоря нужно было поставить галочку флип нормалс включаю еще раз f4 итак смотрим вот почему такая не очень красивая форма потому что у нас недостаточно количество сегментов по кругу итак чтобы сделать их нужное количество я говорю сегментов ну 64 например уже лучше теперь на самом деле этого не видно но есть есть небольшая проблема вот в этом вот месте у вас сходится много много точек но при этом они не объединяются на плоскость это не особо видно но на рендере может появиться артефакт на самом деле на рендере все хорошо чтобы уж точно ничего не было я ставлю галочку вел кор то есть вот эти вершины сверху и снизу объединяются между собой а в общем то править уже особо нечего готова не забывайте сохраняться и теперь мы должны сделать вот этот вот закругление закругление скручивание для того чтобы в дальнейшем уже сделать такие красивую спиральку итак чтобы это сделать я к данной модели применяю модификатор параметрический который называется твист скручивание и пытаюсь скрутить но странно скручивается совсем по другой оси ничего страшного в этом нет вы говорите по какой оси крутить дело в том что сейчас вверх смотрит отнюдь не ось z если переключиться на локальную систему координат вы увидите что вверх смотрит ось y собственно говоря вокруг этой оси и надо все крутить я говорю скрутить получается вот такое безобразие это желтенькая гизма как она называется желтенький контейнер скручивается хорошо вот сама колонна не очень хочет это делать почему потому что у нас ситуация такова что нечему скручиваться просто напросто нечему скручиваться недостаточно вершин вот на этой вертикали для того чтобы сделать достаточное количество необходимо вернуться к редактируемому сплайну здесь все прекрасно работает никто не ругается макс к этому относится очень хорошо нужно выделить вот этот сегмент промежуточный и много-много раз разбить его раз еще раз еще раз еще раз наверное еще раз вот такая вот вещь как раз будет вести себя интересно посмотрим твист вот совсем другое дело единственно что наверное угол 500 градусов слишком большой пускай будет 360 вот теперь геометрия вот так красиво витиевато будет скручиваться но есть одно но она скручивается по всей длине и сверху и снизу надо ограничить вот этот вот вот это скручивание на лекции я вам показывал что можно на самом деле взять и выделить нужные нам вершины но вот многие параметрические модификаторы обладают свойством ограничения своего влияния и вот если посмотреть внизу мы видим с вами лимиты лимит я включаю лимит и как видите все выпрямилось для того чтобы лимиты покрутить нужно сказать upper limit пошел вверх видите верхняя часть скручивается и скручивается только она наверху вся геометрия остается хорошая причем видите она вращается вот до этого момента я все это довожу так и внизу внизу идем в отрицательную область lower limits пошел 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 вниз и у нас скручивается нижняя часть вот где-то до этого состояния вот получилась вот такая вещь не забывайте сохраняться но на самом деле мы ее переделаем потому что все вот эти прекрасные пазы назовем их так каннелюры вот эти вот мы будем делать уже с учетом того что это делается полигонами для полигонального моделирования для малополигонального моделирования вот такая вот колонна является ну слишком сложной но первом приближении результат получился сохранить это а и видео все так